Привет, меня зовут Павел Пресняков, и 18 мая я провожу конференцию в Орле. У нас приедут представители ВКонтакте, Одноклассников и Таргет Хантер. Такого в Орле еще не было. Обязательно приходите, тем более, что конференция эта будет абсолютно бесплатной. Кирилл. Павел. Ну что, по 50? Пора сообразить. Время-то уже 12.17. Не будем говорить на устакане. Павел. Началось. Так, все, давай по-серьезному. Мы же про серьезные вещи. Конечно. Ладно, выдыхаем. Все, начали, короче. Кирилл. Павел. Петя будет угорать на монтаже, короче. Это будет самый длинный монтаж, мне кажется, его. Геннадьевич. Сегодня у нас в гостях Геннадьевич. Это не лучше. Друзья, сегодня у меня в гостях, как и всегда, Кирилл Бадаев. И сегодня мы с ним хотим поговорить про георекламу. Кирилл, на самом деле, очень крутой эксперт в этой истории, я не шучу, потому что, может быть, кстати, я приложу статистику своих карт. Мы там просто нахимичили, похозяйствовали и так далее. И получился прям классный результат, причем по Москве, по Орлу, там и так все в целом было, да, там и так все как бы хорошо. Кирилл, почему все-таки геореклама? Вот почему ты выбрал, да, такую сферу, такую нишу для себя, как геореклама? Ну, я думаю, давай ты все равно для начала представишься, потому что не все же знают, может быть, кто ты такой. Кирилл Бадаев, владелец пароходов, нет, ну, на самом деле, пока не пароходов, но все впереди. Владелец салона, эпиляции в Москве, планируем открывать клинику. Собственно говоря, почему выбрали георекламу? Потому что реклама дорожает, Директ дорожает, Таргет дорожает. И поняли, что гораздо проще и логичнее прокачивать георекламу, особенно для бизнеса, где есть точка, да, офлайн. Это куда дешевле, то есть мы вкладываем какие-то деньги на первоначальных этапах и на долгосрок это отбивается. То есть нежели там ежемесячно в Директ кладывать соточку. Можно вложить несколько месяцев по тридцаточке, даже без подписки. И потом это дело само купится. У нас он есть, прирост, можно, наверное, мою статистику приложить. Примерно количество клиентов, то есть не статистики, а именно клиентов, сколько пришлось к картам. Ну да, потому что одно дело тоже, знаете, мне вот часто звонит там с Яндекса и говорит, что там по подписке? И говорит, по вашей статистике, я говорю, ребята, статистика это все здорово и классно. Но я говорю, давайте я вам статистикой заплачу, типа, да. У вас там типа 30 построенных маршрутов. Я говорю, ну давайте вот 15 забирайте себе, типа, да. Мне же не маршруты построены нужны. Слушай, знаешь, о чем хочу поговорить? Давай, во-первых, расскажи, что по-твоему геореклама? Это же не только Яндекс.Бизнес. Вообще нет. Да, вот расскажи вообще, что ты подразумеваешь под георекламой? Под георекламой подразумеваю вообще любое продвижение оффлайн-точки. То есть, ну это вообще, это может быть как в Питере, да, трафареты на улице. Это уже какая-то геореклама, человек это увидел. То есть, ну в Москве это не будет работать. Это любая точка контакта с клиентом в оффлайне, в онлайне, которая приведет его к оффлайн-точке. То есть, ну для онлайн-бизнеса нет, конечно, смысла определенно вообще этим заниматься. То есть, в большинстве случаев это может быть контакт с Тугисом, с Гуглом, да, который, кстати, в России до сих пор работает. Сколько там по статистики Росстата? Слушай, а у меня, кстати, я посмотрю, у меня там прям нормально, у меня там еще и отзывов, да и просто офигеть сколько на Гугле. Вот Гугл работает, все думают, да вот кому он нужен, да нет. Нифига, там, наверное, статистика по трафику, она как была плюс-минус 50 на 50, она так же и осталась, типа ничего не поменялось. 42, по-моему, сейчас. Ну, может быть. Ну, Яндекс всегда чуть больше давал, вот, но Гугл все равно это очень много трафика до сих пор. А самый основной прикол, кстати, я по SEO-шке смотрел статистику, с Гугла прям очень хорошо. Почему? Потому что просто у тебя директ, у этого AdWords нет. Нет, если ты, короче, в топе был, то у тебя просто ушла вся реклама, и ты тупо встал на первое место бесплатно только. А если у тебя есть точка в офлайне, и ты хорошо заполнил карты, то вообще все шоколадно. Но, правда, момент, что не всем их можно заполнять, у нас такая возможность осталась каким-то непонятным образом, но мы их можем редактировать. Если хорошо их заполнить, ты нажимаешь опор Казан, и хоп, ты в Гугле первый. Надо прямо сейчас проверить. Слушай, хорошо. Слушай, хорошо, вот геореклама мы поняли, да? Ну, это один из примеров, да. Да, то есть это только для офлайн-бизнеса, да, работает? Ну, в Гугле ты можешь вообще указать все, что угодно, указать точку, и он тебя пропустит. Его же, по сути, в России нет, у Гугла-то. То есть тебя никто не будет проверять. То есть вот эта вот фича осталась у нас? Первый? Вот, пожалуйста. То есть можно указать, допустим, какой-нибудь офис. Очень много компаний, офисы, просто у которых сфоткан там один кабинет. Типа выше озона, короче. Да? Да. Потому что, ну, если еще правильно описать товары и услуги, то все равно будешь первый. Вот тебе и, пожалуйста, использование георекламы в оффлайне, то есть в онлайне. То есть у тебя не может быть офиса, может быть, его не быть, вот в эту комнату сфоткать. Ну, да. Ты ее выложил. Гугл все равно не будет отправлять на чат Яндекса. Это Яндекс, там можно запросить. Пошли эти фото, видео там ваше в офис. У меня так случилось. Ну, у меня тоже, да. Причем, да, они видео теперь стали обязательно отриваться, чтобы это гео было, короче. Придется идти в каворкинг, там. Проход, фасад, всю остальную историю обязательно надо. Иду в каворкинг, обклею все и буду, и скину видео. Ну, скорее всего, так и прокатится. Ага. Здорово. Слушай, давай вообще расскажи, из чего строится продвижение. Вот почему, да, вот Яндекс, допустим, возьмем Яндекс.Карты. Слушай, вот я просто тоже остальным скажу. У меня интересная история с Шампур-Казан. Да, то есть интересная история с Шампур-Казан заключается в том, что мы какого-то черта выпали из карт. То есть у нас была история, что кто-то, видно, крутил поведенческие, и нам конкретно обрушил весь сайт. То есть мы просрали трафик. Короче, тут пришел маг Кирилл, который, короче, сел, поколдовал. Мы поколдовали над всеми там историями. Я думаю, ты расскажешь, да, там отчасти, как все это делать хозяйство. Не все. Вот, ну не все, да, далеко не все, особенно не все, что было у меня сделано. Вот, и, грубо говоря, после этого мы еще взяли подписку, которая, ну, что-то типа тоже там 12 тысяч, 16 тысяч. И у нас, типа, рост, знаете, вот было так, стало, короче, вот так. Вот, то есть, ну, прям реально, то есть количество запросов, количество посещений, оно действительно прям конкретно выросло. Причем, чем интересно, причем, чем это интересно, вот, как мне кажется, геореклама в больших городах, чем она лучше директа? Знаешь, чем? Тем, что человек, вот у меня магазин на Щелковском шоссе, три строения, один, Шампур-казан, да? К вам заходите, да, покупайте. Покупайте казаны здесь. Покупайте, у нас там сейчас даже телевизор стоит, где я постоянно готовлю. Вот, и, короче, история с чем? Москва большой город, у меня на Щелковском шоссе, сейчас мы типа на юге. И прям глупой идеей будет отсюда поехать покупать на Щелковское шоссе что-либо. Ну, естественно. То есть мы, когда запустили на Кулакшоп вот всю георекламу, мы прям почувствовали главную историю, что в основном приходят люди и берут, может быть, даже дороже, чем у конкурентов, но потому что это типа через дорогу от их дома находится. Нужно ехать и всю Москву. Да, ну потому что вот самый же простой пример. Работает ли гео в Яндекс.Директе? Как следует. Соу-соу, правда? Вообще не очень. Да, работает ли оно в ВК. В новом кабинете нет. Там этой функции вообще пока нет. Понимаешь? Ну, а здесь эта история очень хорошо работает. То есть даже вот мы когда там на Авито двигались, и прикол тоже главный был Авито. Типа у нас есть там конкуренты. Окей, но они на севере. Да? Одни на севере, вторые на юге. А мы типа на востоке. И выбор очевиден. Нахрена мы попремся там на север. Непонятно, что там. Да, там дешевле. Вот типа, а там дешевле на 300 рублей. Окей, хорошо. 300 рублей в Москве. С востока на север просто съезди и попробуй. Полторы тысячи. Да, просто. Плюс-минус. Да. А если даже у тебя и будет своя машина. Да, вот допустим. Я даже, я вот сейчас приехал, я думаю, надо арендовать машину. Я потом такой думаю, хорошо, я приеду. Где ее ставить буду? На платной парковке. Да, я приеду в центр, допустим, да, и что, по 400 рублей за час парковки. А у меня, допустим, съемка там 6 часов. Нафиг надо, типа, на такси проще. Мест может не быть. Да, мест может не быть. Вообще запросто еще и пердолить будешь. Поэтому, на самом деле, Москва, он такой особый город. Но, кстати, в маленьких городах это тоже капец, как история работает. То есть, если мы возьмем, допустим, Орел, мы на первом месте. Мало того, что у нас почти все конкуренты, короче, позакрывались. Очень удобно. Очень удобно, да. И оно причем, знаешь, видишь, очень удобно чем? Потому что у людей нет диверсификации. Ну, типа, знаешь, вот у нас зима, мы можем просто лапу сосать, потому что у нас есть другие проекты. Понимаешь? Типа, мы можем лапу сосать, просто держать бизнес, потому что он есть. Ну, есть и есть. Офис есть и есть. Какая разница? Мне что так платить, что так? Вот тут начинается весна, а они не дожили. А я дожил. Понимаешь? Так вот, какие же инструменты вообще? Что вот надо, на что обратить внимание вообще в картах, в первую очередь? Фотографии, естественно. Ну, должен быть. Ну, типа же, правда, не только фотографии. Нет, не только. Да, вот расскажи прямо, вот давай прямо, чек-лист. Ах, поговорим про... А давай мы, кстати, оставим, у тебя есть чек-лист какой-то по оформлению карт? Вот давай мы, короче, оставим внизу какую-нибудь ссылочку, и чтобы получить этот чек-лист, короче, вы там заполните форму, вот, и, грубо говоря, вам придет этот чек-лист. Ну, а пока, давай мы просто сейчас расскажем вообще. Там это все будет через клести. Слушай, ну, главная ошибка такая прям, даже не фотки, понятно, что дело в фотке нужны. Люди неправильно заполняют карточку услуг. Кстати, с тобой мы тоже возились. У меня тоже эта ошибка была. Да, мы тоже возились. Получается, если мы с тобой ставили магазин, по-моему, спорт винтаря, ты конкурировал... Нет, и спорт туристического, туристического. То ты конкурировал со спортмастером. Да, я конкурировал со спортмастером, и, типа, они забирают весь трафик. А я, типа, туристическое снаряжение, казалось бы, казаны, да? Хотя, по идее, ты товары для... Посуда. Посуда. Я посуда. Ты посуда, да. И если мы, когда мы поменяли посуду, а потом несколько суток прошло, конкурент средства поменял в лучшую сторону, в твою. Потому что спортмастера мы смотрели в разделе конкурента, это новый там раздел в картах. Что-то он процентов 40 с лишним забирал. Да если не больше, у меня почему-то была в голове мысль, что типа 60-70 процентов, по-моему, там была статистика. Конкурировать с спортмастером, я не знаю, сколько они тратят денег на Яндекс. Но я думаю, явно за 100, мне кажется. Конкурировать на один филиал, поэтому с ними конкурировать просто бесполезно. Но это одна из таких ошибок, люди неправильно ставят категорию. Их ставят мало, одну. Там, допустим, просто товары для отдыха. Нет, нужно ставить все три категории. То есть все, что у тебя есть, там, если этого товара нет, ну добавь ты его, да? Как бы ты добавил садовые фигуры. Это, по сути, уже сад и огород в той или иной степени, да? Если тебе не хватает фантазии, поставь этого несчастного волка, и у тебя будет на плюс одну категорию. То есть, ну ты больше будешь людям показываться, по большим интересам. Даня, если ты это смотришь, то добавь туда сад и огород. По-моему, там есть. Есть, да? По-моему, да, да, да. Отлично. Там нас 3-3. Так, супер. Ну, кстати, по категориям, да, вот, ну, почему, да, про это рассказывать? Потому что действительно я получил результат. И вот самый банальный пример, то, что люди этого не знают. То есть, они просто думают, ну, типа, ну, знаешь, как раньше, типа, ты делаешь сайт, и ты должен просто во всех каталогах просто разместиться. А сейчас, вот, я просто, не знаю, там, ради интереса зайду в раздел бизнеса. Это, типа, охренеть, сколько трафика на самом деле. Да, очень много. То есть, это на самом деле просто ого-го сколько трафика, а люди над этим не задумываются. Так, окей, хорошо, мы поняли. Это разделы, да? Такой, да, прям. Да, давай дальше, следующая история. Ну, естественно, все это нужно заполнить, то есть, чем вы оплачиваете, все соцсети и так далее. Там же такая галочка есть, процент заполнения, да, подсказывается. Все это все нужно заполнить. Не нужно так, вот, мне лень, вот этого нет, нет, надо все заполнить. Потом, самое главное, это, естественно, товары и услуги, которые есть. И тут очень важный эффект. Вот, можно я перебью? Открыл. Переходов в профиль компании за месяц. 3552. Ну, как бы, 3552 человека посмотрели профиль компании. Там реклама и не только реклама. Да, там реклама и не только реклама, да. То есть, и вот как бы, вот подумайте, хорошая ли это статистика. По-моему, это офигенная статистика. За месяц, да. Да, кстати, что самое интересное, что рост у меня на 37 тысяч процентов. И самое, что интересное, по тем, кто был, ну, это немножко уже, наверное, такая тяжелая артиллерия, по тем, кто был именно в карточке той организации, там же привязывается метрика, и по ней можно будет пускать ретаргет. То есть, это такая прям, об этом тоже, кстати, никто не знает. Да, то есть, получается, если вы зайдете в метрику, то есть, у вас есть сайт, вы метрику туда установили, но если у вас есть на Яндекс.Картах организация, там тоже создается метрика отдельно. Своя метрика. Да, причем с целями, вот, и на них тоже можно запросто делать ретаргет. Окей, значит, давай еще раз поговорим. Значит, первое, это запомнить правильно разделы. Особенно категории. Особенно категории. Заполнить вообще все, что есть, то есть, все данные, карты принимаете, есть ли там вход для инвалидов, вот это все, все, все на 100% должно быть заполнено. Следующее и важное. Товары и услуги. Товары и услуги, супер. Что по товарам и услугам можно? По-хорошему, чем их больше, тем лучше, и все и нужно называть. Должна быть полная оптимизация в названии товаров и услуг. То есть, ну, вот то, о чем я говорю, вроде как бы такая банальная вещь, но карты, тот же самый поисковик, тот же самый алгоритм. Те три названия, которые присутствуют у тебя на сайте, ну, как длинный хвост, да, поисковой, короткий хвост. То есть, мы что-нибудь называем, там, шампур такой-то, да, не нужно там кавычки, скобки использовать. То есть, как люди вас ищут на картах и в Яндексе. То есть, говоря, мы сделаем семантическое ядро. Вот оно какое есть у тебя на сайте. Это, кстати, очень удобно. Делаешь его и на сайт, и на директ, и на ВК, и на карты. И делаешь такое же описание с ключами, со всем хозяйством. Это работа долгая, особенно вот у нас автозапчасти. Там, представляешь, сколько им наименований? Там, три тысячи, пять тысяч. А у них же еще очень часто хреновое название сами по себе. Да, я недавно, недавно смотрел «Экзист», и знаешь, что у них там? У них просто название артикула, какой-нибудь запчасти, просто к цифрам. И кто будет искать эти цифры? Ну, нет, такие, наверное, есть, но их, типа, все равно мало. Будут искать шампуры, казаны. Шампуры. Шампуры. Не знаешь прикол этот? Нет? Шампуры. У меня вчера, короче, было ТВЦ, снимали, приходит репортер, и он говорит, короче, ребята, мы знаем, как правильно. Он говорит, знаешь как, шампуры или шампура? Я говорю, шампуры, и он говорит, шампуры. По правилам русского языка, шампуры. И мы, говорит, обязаны говорить правильно. И мы просто сидели. Шампуры. Шампуры. И мы сидели, короче, просто там, ну, ты что-то начинаешь, говорит, шампуры. Он такой, шампуры должны. Следующий дубль. Я говорю, да, да, ну, то есть, нет, я быстро перестроился, причем вся съемочная команда стоит, знаешь, такая, короче, ну, она же видит, как все это, знаешь, короче, шампуры все, короче, прикинь. Надо словарь Ажогова открыть. Это все через словарь, то есть, он говорит, мы не можем на телеке, типа, вот так сказать, понимаешь, то есть, вот именно так. И, короче, мы просто, потом мы начинаем, ну, вторая, вторая передача «Мангалы». Я говорю, как про «Мангалы» говорю, или «Мангалы» говорит, или «Мангалы» говорит, «Мангалы». Шампуры. Шампуры, да. Вот, в общем, проще говоря, чем проще у тебя шампуров, тоже не справился, да, шампуров, тем лучше. То есть, в карточке должно присутствовать, то есть, у тебя есть шампуры, я совсем поправляю, там такой-то длины, они же в длинах, да, там, разный диаметр. Или длина. И длина. В общем, даже если у тебя их не будет физически, но есть онлайн, нужно их себе добавлять. То есть, проще говоря, чем у тебя больше товаров, услуг схожими с запросами человека в карточке, тем, скорее всего, ты просто лучше и вылетишь в выдачу. Очень-все очень просто, на самом деле. А самое, знаешь, что интересное, вот, мы потом дальше продолжим, что еще добавить. Я тоже, я прям, честно, я вот кайфунулся всей этой работой, потому что никто на это не обращает внимания. И самая, знаете, какая частая боль, вот мы тоже с ним, что общаемся там с какими-то людьми и так далее. Основная проблема, вот, то, что это, типа, есть, я не знаю, дай бог у одного, у одного процента компании этого нет всего. Думаю, даже меньше. Даже меньше одного процента. Что это значит? Это значит, что люди, во-первых, об этом не знают, они недополучают клиентов. А во-вторых, что просто, ну, зрители, которые, типа, посмотрят этот подкаст, они могут все это сделать и быть лучше своих конкурентов. Сильно даже лучше. Сильно лучше. Ну, то есть, знаете, вот, допустим, я в Москве, там, восточный округ, да? Я в восточном округе первый. И вот, да, ко мне приходит, там, телевидение, раз снимать, два снимать. Откуда они приходят? Ну, вы понимаете, что они пишут? Шампуры. Хотя они, наверное, пишут шампуры. Вот. И находят. Да, и находят на первом месте, типа, в Яндексе по Москве меня. Естественно, они такие, алло, а можно? Да, можно, конечно. Конечно. Типа, три сюжета перед майскими у нас выйдет по телеку, блин, и там будет дальше показано, короче, написано сзади. Реклама? Да. Меня также можно вбить на картах эпиляции, посмотреть, где мы находимся. То есть, ну, как бы, мы не врём, можете посмотреть нашу карточку, она образцово-показательная. Моя и пока нет, надо Мишу просто пнуть. Возможно, когда зритель увидит, она будет уже образцовая. Ну, да, но это не точно. Я сомневаюсь. Они же в видео скоро добавят. Я знаю. Это уф. Да, то есть, смотрите, объективно говоря, это то, чем действительно стоит заниматься. То есть, вот даже у меня вот в штате, если по магазину говорить, я взял маркетолога, да, то есть, ну, это молодой парень, который в том числе, да, там, у нас в клубе состоит. Он работает, и часть, что он делает, это именно карты. Именно карты. Почему? Потому что интернет, это всё классно, здорово, это всё есть, это всё работает. Но это, типа, блин, конкретный способ, особенно вот в регионе, в Орле. Слушай, таргет давать? Да нет. РСЯ, ну, может быть, и то он есть, и то он с подпиской, типа, есть. Понимаешь? Ну да. А народ этого тупо не делает. Самый же простой момент, знаешь, вот мы ещё даже больше года назад мы на что перестроились. Вот следующее, что важно, это отзывы. О, это... Понимаете? И, казалось бы, во-первых, вот первый момент, на который мы перешли, мы раньше отзывы всех просили оставлять в ВК, потому что это основной у нас, да, канал трафика был. А потом я сижу, думаю, блин, нахрена, что мы с этими отзывами там будем делать? Ссылку на него давать? Нет. Но, блин, если у вас, типа, будет 100 отзывов на Яндекс.Картах, поверьте, у вас покупателей, ну, покупателей будет сильно больше. Если он будет один, это будет три звезды. Поэтому мы просто автоматом стали просить всех отзывы оставлять на картах. Ну, на бизнесе. На Яндекс.Бизнесе, да. Там, по сути, тоже она единая. Ну, да, да, да. Но и это не всё, что я узнал от Кирилла по поводу карт, по поводу отзывов. Что ещё надо делать с отзывами? Расскажи. Можно? Ну, да. Отзывы бывают непростые. Во-первых, на них нужно грамотно и правильно отвечать. Отвечать на это нужно с ключевыми словами. Там нужно писать название вашей организации, то есть, уважаемые, ну, вам ответили отзыв, допустим, на что? Да вот, вот, простой пример. Просто зачитайте. Вот смотрите, да, отличный казан, шумовка в подарок, быстрая доставка, ещё не пользовался, ждёт выезда на дачу, на майских праздниках, всем советую. Вот буквально там несколько дней назад. Спасибо за заказ, то есть, мы включаем ключевые слова. Спасибо за заказ вашей шумовки, запятая, также вы можете у нас приобрести что-то ещё, то есть, мы оставляем акцию для новых клиентов, потому что кто отзыв читает? Отзыв читают люди, которые покупатели. Но как обычно все отвечают? Спасибо за заказ. Я посмотрю, как я сейчас вот раньше отвечал. Спасибо, что оценили. А там подсказка есть. Здорово, да. Это же подсказка. Спасибо, мы старались. Да? Всё. Спасибо за вашу оценку. И причём, если тебе позвонят сами из Яндекса, они обычно говорят, надо отвечать, надо отвечать. И ты отвечаешь, типа, такой, ну, спасибо, да, да, спасибо, что оставили. Я послушал, и это не первый человек, который сказал, что, слушай, отзывы они сёшатся. Отзывы сёшатся. И я такой, здравствуйте, спасибо за отзыв. Действительно, чугунные казаны у нас замечательные. Спасибо за покупку, обязательно приходите за печью для казана. У нас по акции будет на неё скидка. Ещё нужно в отзыв указывать. Ну, благо ты их можешь отредактировать. Спасибо за покупку в Шампур Казан. А адрес обязательно. А я могу старые отзывы сейчас? Да, да, я говорю, ты можешь отредактировать. То есть вот просто сейчас задумайтесь, да, над полезностью этого подкаста, что я вот сейчас зашёл в Шампур Казан, изменить реально. И мы, типа, можем просто взять сейчас. Шить все ключи. И от сёшить по всем ключам наши отзывы. И получить больше охвата. А сёшатся не только это. Публикации. Да, вот давай, кстати, второй момент. По поводу публикаций. Да, вот мы с вами поговорили про отзывы. Дальше. Публикации. Вы знали, что там есть публикации? Я знал. И мы такие, знаете, рвениями своими когда-то сделали какой-то там пост. Расскажи. А толку-то в них на самом деле мало, потому что по ним нету статистики. По ним статистику в личном клиенте не получить. Но ввиду как бы того, что они скорее всего сёшатся, мы не можем дать прям ответа стопроцентного, как и Яндекс. Мы можем как-то нащупывать те или иные варианты. Мы просто... А почему бы их тоже не отсеошить? Да, такой момент тоже есть. Туда их добавить. И также отсеошить публикации. То есть замечательный просто момент, что тоже можно это сделать и добавить. Да, то есть еще раз, там есть публикации, там даже сторисы есть. Да. Ну, сторисы-то вообще... Просто, понимаете, он мне еще давно проец сказал такой, что они действительно есть. То есть у вас есть по сути свои... О чем я задумался сразу, вот когда мы тогда пообщались, я сижу и думаю, слушай, есть контент-менеджер, есть контент-план, есть новые поступления. Вот, допустим, сегодня у нас в Орле там будет разгрузка там огромной партии казанов, шампуров, мангалов там и так далее, так далее, так далее. Так какого черта мы везде про это написали? Сторис нет. А мы даже на картах пост не оставляем. Новинки. Да, ну типа, друзья, у нас пришли новые там... Просто новинки. У нас пришли садовые фигуры. Кстати, там публикуется, когда твой отзыв о сторис был опубликован. Два дня назад, три дня назад. Если ты давно не обновляешь карту, он тебе в прайс-листе вообще пишет. То есть клиент это видит, давно не обновлялось. Да. И ты снижаешься немножко в выдаче, в ранжировании. То есть, грубо говоря, все эти действия, все быстрые ответы на отзывы, лайки, отзывы, кстати, тоже важно. То есть надо просить всех друзей заходить в карточку, чтобы они оставляли лайки на додзуме. Это... Ну я же тебе скидывал про биржу. Мы накрутили лайки. А, ну ты это никому не говори. Вот. Это просто лайки. Здесь ничего такого нету, что просто накрутка лайков. Она была и всегда и в ВК, и в Инсте. А почему бы ее не использовать и тут, подумали мы. Но мы не знаем, дает ли она эффекта, честно говоря, никакого. Проще передать ссылочку всем, кому только можно. Всем друзьям, коллегам, всем работникам. Пускай они все пролайкают. И это тоже влияет на ранжирование, на выдачу. Ну мы так думаем, честно говоря. Ну сделать надо все, а там эффект, скорее всего, не заставить себя ждать. Окей, хорошо. Знаешь, давай про что поговорим. Я самое интересное сейчас зашел. Короче, здесь есть рейтинг компании, статистика. Мы на первом месте, у нас выше всех, короче, среди конкурентов. Причем даже, которые в соседнем корпусе сидят, у нас выше всех рейтинг. По поводу названия. Это же тоже капец какая проблема. Вот недавно у меня клиент. Да, вот расскажи по поводу названия. Потому что в целом мое название Шампур Казан, оно оправдано. Тебе повезло, что тебя пропустили. Потому что могут не пропустить. Потому что это название по сути категории. Название посуды, что ты продаешь. У меня недавно появился клиент на карте. Она хотела переименоваться в Аромаспа. Но ее не пропустят. Потому что спа. Я говорю, оставьте как есть. Она говорит, ну вот хочу, хочу. Я говорю, все нормально. Вот вы есть там студия мед массажа. Давайте так оно и останется. Хорошо, я ее уговорил. Ну, название должно быть какое-нибудь запоминающее. То есть не нужно... Ну, конечно, в идеале вам нужно назваться так, как вы продаетесь. Как вот у Паши Шампур Казан. Но с вероятностью большой вас просто не пропустят. То есть просто модерации не пропустят. Ну, надо бренд какой-нибудь придумывать, название, быть оригинальным. То есть потому что потом это будет использоваться как ключевой брендовый запрос. Ага. Вот. То есть... Ну, да. То есть в целом большая, кстати, проблема, когда люди страдают над своим названием. И по итогу получается какая-то лютая дичь просто на картах. Вот. Следующий момент. Кафе Ежевика даже будет лучше, чем просто кафе у Марины. Да. Сильно лучше. Да, 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 да. Где был? А, Ежевика. Да, 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 да. Так. Еще про что ты можешь рассказать? Что вот мы можем там сделать, улучшить? Слушай, ну это работа такая, скажем, полноценная. Но с теми же отзывами надо работать, естественно. Картинки. Про них по-моему не расскажу. Да, давай смотри. Значит, я думаю, что Кирилл, если что, сможет вас проконсультировать, да, там в рамках какой-нибудь бесплатной пару консультаций проведет. Я ссылочку на него оставлю, просто пишите там, я из подкаста Паши, допустим, и все. Давай про картинки расскажем. Все равно же это, ну типа, знаешь, очень часто, я помню, когда YouTube впервые завел, мне, короче, все знакомые говорили. Мне мама даже говорила из разряда, зачем ты все это рассказываешь? Это же типа вот возьмут и скопируют, как у тебя. И типа мы сейчас, если расскажем о том, что никто все равно не сделает. То есть есть два варианта, да. Типа первый вариант, вы обратитесь там, допустим, я не знаю, к Кириллу за услугами, да, там за этими. И он это сделает. Есть второй вариант. Вы возьмете и сами вникнете в эту историю и сделаете. Но таких типа полпроцента будет. А остальные просто все равно забьют на эту историю и продолжат говорить. И вот как мы сейчас тоже перед этим со Славой Прохоровым из ВКонтакте, короче, мы записали. Я говорю, что там, вот новый кабинет, все ноют, вот там ноют. Я говорю, ребят, ну вы предприниматели, ну ела мотала, что вы ноете? Ну не работает, ну ищи дальше-то, что? Другие варианты. Да, ищи здесь, ищи связки здесь. Что вы как это ноете, понимаешь? Они и тут есть. Да, давай про картинки, поэтому мы расскажем. Да вообще без проблем. Ну потому что наше главное промышленность, что мы и сами предприниматели. То есть нам это не страшно рассказывать, нам не страшно, кто-то нас обойдет, какую-то эту идею заберет. Да нет, мы это сделали уже год назад. Кто нас там обойдет? А пока подкаст будет, да, пока дойдут, ну картинки должны быть красивые, понятное дело, желательно сделанные профессиональным фотографом, если мы говорим про оффлайн-помещение особенно. Но я об этом рассказывал, что когда фоткают салон, фоткают интерьер, салон красоты. А ты же приходишь в салон не за интерьером, а за услугой. Ну да, там еще прям очень понравилось по поводу истории, по поводу фоток. У тебя, помнишь, фотки, у тебя фотки все такие выбеленные, прям идеальные. Мы разбавили айфоновскими такими мыльными. Да, да, потому что, короче, народ смотрит, такие, да, это не они, типа это со стока все взято, больше все равно там реальности тоже надо добавлять. Разбавили, да. То есть, ну, понятное дело, что, во-первых, их можно менять, ранжировать фотки, да, то есть, первое, ты ставишь самую какую-нибудь классную с акцией, а так можно делать, даже если у тебя бесплатно. Про акции мы, кстати, еще не поговорили. И это с подпиской. Да? Это есть на подписке. Ну, только про подписку тоже поговорим, кстати. Ну, а в чем проблема купить подписку на минималке, сколько она там, 3000? А там все зависит от региона. От региона, от ниши вообще. Очень много парам. Как Яндекс хвостом вильнет, так оно и будет. Да, да, да. То есть, сегодня может быть 3000, завтра 1000. 1000 в месяц не будет. Была. Была? Была. 1200, по-моему, или 1300. Для какой-то там вообще ерундистики непонятная ниша. Ну, и тоже неплохо. Ну, да. Окей, по поводу картинок. Картинки можно вшивать ключевые слова. То есть, если кто, вот в частности, то, чем мы прямо сейчас занимаемся, то есть, ну, если вы знаете, у файла картинки есть, по сути, ну, можно сказать, это description. И в этот description вы можете включать ключевые слова. Более того, ваша картинка, имя файла, она тоже должна быть от SEOшина. Понимаете? По названию услуги. Или, блин, чугунный казан. То есть, она должна не называться, типа, копия раз-два-три, да, и просто, да, там, сфоткана, или там, image 0956, да, как обычно вы сфоткали это, а вы SEOшите название, вы SEOшите description и загружаете. Ну, кто это будет? Это же никто все равно делать не будет. Точно никто. Но, с другой стороны, работает ли это? Да, это работает. Понимаете? То есть, это все равно лишний, опять же, да, то есть, лишний вариант какой-либо продвижения. Идем с вами дальше. По поводу, давай, что, по поводу рекламы, что, что я хочу сказать, наверное, по поводу рекламы. Самое первое, блин, она, во-первых, не везде нужна. Вообще не везде. И мы с тобой это решили, что на самом же деле, понимаешь, какая тема. Тема в том, что, вот, у меня есть Орел. Я захожу, я в поиске на первом месте, лендоз там на втором месте, то есть, у меня там два сайта, карточка на первом месте, у меня больше всех отзывов. Про отзывы надо еще, кстати, кое-что поговорить, у меня здесь открыто, да. То есть, что я получу? То есть, я напрямую, вот, мне тоже знают с Яндекса, типа, покупайте, я говорю, что я получу? Ну, ты получишь Россия. С другой стороны, а почему бы нет? Да? Ну, типа, сейчас мне сидеть, что-то морочиться, париться, я сделаю все равно, если там, ну, спустя рукава, я сделаю плюс-минус так же. А для маленького региона Орла мне, типа, брать хорошего, там, директолога, зачем? Он не принесет столько результатов. Мне гораздо проще эти бабки, типа, в Россия скормить, вот, через подписку и все. Но перед тем, как что-либо делать, то есть, вот у меня запущена рекламная подписка, мы по-любому вначале должны привести в порядок все остальное. То есть, не надо думать, что вы придете со своей отвратительной карточкой, в которой не прописано ничего, в которых нет отзывов, отзывы не отсешены, нет фотографий, нет услуг, ничего нет. И вы такие, ладно, зато у меня есть 12 тысяч, да? Сейчас как валью. Да, и сейчас 12 тысяч, а оно не будет, типа, работать. Почему? Потому что, если посадочная сама по себе фиговая, вам реклама не поможет. Правильно же? Там же так же можно редактировать картинки в рекламе. Ну да, да, да. Что по поводу рекламы, расскажи. Кстати, ну, не то, что лайфхак, там часто обращаются массажные мастера, еще кто-то. Директ не пропускает, требует медлицензию. Пожалуйста, подписка пропускает. Самогонные аппараты. Да, так или иначе, всякими там условностями, да, они что-то, какую-то картинку могут забанить. Но в основном-то она в продвижении карточка будет? Будет. Ну, мне кажется, это классный момент, там, для частных мастеров, там, бровисты, еще кто-то. Не хотят они разбираться в рекламе, сложно бы это, непонятно. Сделать нормальную карточку, запустить ее, и она будет работать. Ну да. Единственный момент, она очень долго раскачивается, реклама. То есть, надо месяц, полтора, она будет раскачиваться. Но потом, если накручивать отзывы, работать с ними, отвечать на них, да, ну, то есть, прямо работать с карточкой, добавлять фотки, там, ежемесячно, там, публикации делать, она будет взлетать. Ну, то есть, видишь, да, большая проблема в том, что люди, они, короче... Забивают. Да, ну, нет, типа, знаешь, мы инсту будем вести каждый день, по 300 сторис, там, выкладывать, да, там, писать, придумывать посты. А, типа, раз в недельку зайти, там, свою карточку, типа, написать какую-то новость, выложить туда сторис, мы, типа, да, нет, ну, это фигня. А, типа, блин, нет, это не фигня. Также отдельный, вообще, пласт работы полный. Да, и самое, что интересное, что, по сути своей, вот эта вся геореклама, это же горячие клиенты. Очень. То есть, если, допустим, мы запускаем таргет ВК, ну, слушайте, мы просто по каким-то, там, полувозрастным, там, социальным каким-то штукам придумали, что эти люди захотят что-то купить. А тут чувак конкретно хочет купить казан на востоке Москвы, да? Ну, горячий ли он? Да, конечно, горячий. И уже строит маршрут, скорее всего. Да. А у тебя сторис есть, как добраться? Ну, да, как пройти к нам на четвертый этаж, потому что рядом сидят конкуренты, и он может... Даня, записывай. Да, там надо снять фотки, выложить. А у нас оно есть, мы же для Яндекс.Карт все это снимали все равно. Я тебе больше скажу, что когда ты на картах себя наберешь, как добраться будет, он тебе прям выстроит такую стрелку, и ты это сторис добавишь. То есть, еще одна точка касания. Там так... Даня, если ты это смотришь, обязательно это надо... Срочно делай. Или Леха, или Катя, вообще все. Многие. И Парлу тоже. Подписку недооценивают, там мастера обращались из небольших городов, говорят, вот у нас там, зачем нам нужна эта подписка, мы и так там все равно там, допустим, пятый. Я говорю, ну послушайте, у вас у конкурентов никого нет подписки, вы ее купите? И будете первые. Со скидкой банка, а там же банк еще дает 5 тысяч бонусов, ну может и больше уже. И вы будете просто первые, то есть это просто будет, ну, разрыв. А самое что интересное, что очень часто народ говорит, ну я пятый, ну такой, ну окей, твоя доля трафика типа 6%. А можно быть первым? Потому что первый забирает типа 60%, второй забирает 20%, там третий 10%, а все остальные там вообще просто всякую мелочь. У нас все 62%. Ну вот, да, типа и вы первые. Конечно. То есть вот смотрите, да, если вы там вторые, третий, вы такие, ну я третий, ну окей, первые 62%, второй, допустим, там 30%, а вы типа 5%. Янекс пишет, что мы забираем 98% переходов. Переходов, да, 98%. Да, 98% переходов. Поэтому это на самом деле очень хороший совет, да, по поводу того. По поводу подписки продолжим. Я пока вот у меня открыто на компе. Что еще важно, знаешь, вот допустим, что важно? Важно отзывы прокачивать. То есть у нас, какая история, допустим, в том году мы там сильно заморочились с Авито. То есть сейчас мы тоже работаем. Честно скажу, оно хуже работает, чем в том году. Ну у нас, может быть, ну опять же я кривые руки, я не сборю. Но типа первое, у вас должны быть как минимум QR-коды на сборы этих отзывов. Это первый момент. И второй самый главный момент, как и в продажах, вы их должны собирать. Понимаешь, что мы про продажи говорим? Что типа вот мы посидели там, поговорили, типа а предложение никакое не сделали, да? Ну типа вот мы могли сейчас тоже посидеть, поговорить, поговорить, да? Но лучше все, если я скажу, друзья, у Кирилла есть там две бесплатные консультации. Ссылка на него в описании. QR-код. Да, да, или там QR-код. И то же самое и здесь. Что мы делали с Авито? Приходит человек, мы говорим, с Авито, да, хорошо, все. Мы вам сделаем еще скидочку, отзыв только оставьте. И он такой, ну да, я домой приду. Ну домой придешь, потом к нам заходи, тогда мы тебе скидочку и сделаем. Забудет он. Да, почему? То есть, ну, вот и все. То же самое и здесь. Приходит человек. Леха, если ты смотришь, вчера приходили люди, ты не попросил. Дверь закрывать, не выпускать. Да, да, не то, что не выпускать, но все же проще, да? То есть вот мы когда только запускали там казанное направление, у нас не было фоток с клиентами. Мы просто каждому приходили и каждому предлагали это сделать. Ну типа все соглашались. Ну типа это ничего не стоит для них. Да, то есть простой пример, это опять же, да, там, если у вас есть менеджеры, менеджерам сказать, так, давайте скидку. Ну типа, блин, 10% этой скидки, то есть один отзыв вам принесет сильно больше в дальнейшем прибыли, ежели вы там эту скидку не будете делать. То есть у вас должно быть просто у менеджера четкая задача на каждое посещение людей закрывать на отзыв. И самое важное, что я узнал, что, конечно, вот у меня с одной стороны, у меня, ну как вот в Москве, во-первых, у нас висят, и в Москве, и в Орле, у нас висят картинки, да, то есть там наставьте отзыв, для вас там тыры-пыры и QR-коды. Это просит менеджер. У нас, опять же, у нас есть отметка «Хорошее место», вот, такой вот выпуклый, красивый, который, да, вот. Но лучше всего не так же просить, а как? Лично, ну. То есть что должен сделать человек? Мы просим, ты про фото, которое он должен оставить? Я, ну вообще про отзыв, про отзывы. Но помимо того, что человек появляется в этой точке, ему приложение Яндекс, оно же умное, оно понимает, что клиент в этой точке был, и просит, как вам это место. Если он оставит его здесь, это прямо именно в конкретной точке, это будет геосигналом, что он точно здесь был, и точно данный отзыв Яндекс, ну, засчитает. Надо оставить, ну, понятно, что отзыв также SEO со стороны клиента, но это тяжело просить клиента оставлять отзыв с ключами, понятное дело. Не, ну, как минимум, да, то есть, помнишь же история, что можно отзыв просить из разряда, чтобы вот этот QR-код, он шел не просто на Яндекс.Бизнес сразу, а он шел на МиниЛенд. А, ну да. Помнишь? Да. Ты вот расскажи. А, то, что можно выбрать. А, ну, как это сделано у нас? У нас, правда, рассылки реализованы, у нас сделано все на топлинке, все, на самом деле, очень просто и банально, и там у нас меняется акция в зависимости от того, на что нам нужны отзывы. Нужны отзывы на 2GIS, пожалуйста, получите 150 рублей, оставьте отзывы на 2GIS. Насобирали, меняем на Яндекс. Там, ну, и, соответственно, чтобы не, у клиента не было лишних этих переходов, мы все убираем. То есть, оставляем только 2GIS. То есть, клиент просто, ну, QR-код, клиент сканирует и выбирает, куда данный он хочет оставить. Просто там инструкция, как оставить его. Инструкция. Да, как оставить его. Да, что должна быть инструкция, и, типа, было написано, ну, типа, он зайдет, хорошо, спасибо. Да нет. Как писать отзыв правильно? Как писать отзыв, да, напишите, как купили, что купили, да, что понравилось, допустим, и там. Где купили? Да, и где купили. Где купили? Понимаете? Вот все, то есть, просто там, а-ля, 4 вопроса, типа, ответьте на 4 вопроса. Что купили? И человек, он заходя, он уже волей-неволей напишет. Я там купил в магазине шампур, казан, чугунный казан и шумовку. Все классно, здорово, замечательно. Советую ребят, потому что у них есть оплата картой. Уже ключи. Все. Типа, уже засеошенный отзыв, который офигенно будет работать. За 150 рублей. За 150 рублей. По поводу подписки. Что скажешь по поводу все-таки рекламы? Стоит ее включать или не стоит ее включать? Надо смотреть в зависимости от, наверное, в первую очередь, на каком месте вы ранжируетесь. Если как у тебя в Орле ты первая, она тебе просто никакого резона вообще не даст. Ну и Россия опять же. Да, наверное, вот ради Россия ее можно подключать. Если хорошо сделать карточку, я бы, наверное, подключал. Во-первых, там куча дополнительных полей. Ну вот я сейчас открыл шампур, казан, 6 900 у меня в месяц оно стоит. Но с другой стороны, я открыл статую, у меня 200 рублей за клиента. Ну вот, за переход. Вот и думаю. И она будет уменьшаться, если ее делать. Это только типа первый месяц еще даже. Во-первых, у тебя появляется раздел акции, дополнительное поле. Акции можно менять, то есть их там можно автоматически в зависимости от дат, времени, года менять. То есть акции там на 3, на 8 марта. То есть картинка будет всегда разной. Плюс у тебя закрепленный всегда баннер, а сейчас он не добавит возможность сделать видео. Но когда, мы не знаем. Я вот стою в бета-тесте. Если они это возможно сделают, это будет просто фантастически. То есть открываешь карточку, у тебя сразу видео с твоей презентацией. Как на Озоне. Да? Озон это просто. Я вот, короче, все, что я сейчас себе на Озоне покупаю, меня конкретно, да, там цепляет история, если там есть видео. Вообще стоит ее делать, нет? Я бы делал на самом деле. То есть если хорошо сделать карточку, добавить, ну опять-таки, вот не нужно сразу, как говорил Паша, а давайте-ка сразу все вложим, все в рекламу, а карточка не сделана. Я бы, ну, не покупал бы точно. То есть ты рекламу дашь, а второго, как мы говорим, второго шанса у тебя это не будет. Клиент уже посмотрит, фу, что-то у нее не очень, цены не очень, картинки не очень. Отзывов нету, я у него не буду покупать. А вот когда ты уже и с отзывами поработал месяцок, когда и товаров добавил и всего сделал, наверное, уже покупать стоит. Меня прям клиенты любят такие. Вот мы вот уже подписку оплатили. Я говорю, стоп, еще ничего не готово. То есть и статистика может испортиться. То есть, возможно, просто из-за того, что бесплатно и просто все аккуратно заполнишь, тебе, может быть, не нужна будет подписка. Ну да. Возможно. Ну и в дальнейшем, в целом, опять же, если вот, возвращаясь к точкам контакта, слушайте, вы на картах появитесь. Ну почему нет? Жирная метка была. Да, вы будете в навигаторе. Ну типа, почему нет? Понимаете? Особенно, если у вас небольшой город и у вас там вот а-ля там нету особой конкуренции, ну типа вас это сразу в городе, вот как в Орле, вас это сразу тупо выделит. Им очень сильно. То есть я, допустим, я по-любому, я буду сейчас «Казан-Орел» покупать, да? Почему? То, что начинается сезон, потому что там себестоимость этой рекламы, я не знаю, вот сейчас ради интереса там зайду, посмотрю, но это явно типа там 3-4 тысячи в месяц. Ну типа, ну что, вы серьезно сидите, задумывайтесь, брать или не брать за 3-4 тысячи. Кстати, Янекс не дурак. Он в зависимости от погоды, от условий, как такси. Если у тебя конкурент купил подписку, она у тебя будет дороже. Ну да. То есть он в этом плане не хитрый. 4-800 у меня в месяц минимум. Ну типа, опять же, да, вот задуматься, 4-800. Ну типа, ребят, 150 рублей в день. Ну. Стоит потратить или нет? Ну вы же не задумываясь, вот типа, знаете, ты идешь такой, хочу кофе такой, так. Купать не покупаю. Достоин я или не достоин этого кофе сегодня? Это моя фраза. Твоя фраза, да. Нет, ну и типа, понимаете, ну типа, почему бы и нет, да? Да, типа, 4-800 в месяц, ты можешь тупо, а потом ты слышишь часто людей, такие, а я зашел в такой-то рекламный канал, заплатил, и оно что-то не сработало. Я заплатил блогеру 4-800, и никто не пришел. Блин, вот, ребят. Вы типа, как минимум, показы вы точно получите. В месяц 4-800. Не за раз. Не за раз. Не за раз в месяц. Но ты платишь-то за 3 месяца сразу. Ну, да. Ну типа, пятнашку точно я могу, я прямо сейчас даже, кстати, куплю ее. Так она и в первый месяц не будет работать. Ну, нет, она будет работать все равно, она все равно будет давать показы. Да, но раскачивается долго. И как минимум она тебя в приоритет поставит между твоими конкурентами. Да. Все. Что вам еще надо? Ну да, банальный пример, все кофейни, они все в основном с подпиской в Москве. Потому что, потому что человек строит маршрут, ему нужно попасть именно в кофейню, которая рядом. Они все с подпиской. Так что, друзья, делайте карты. Карты, они реально работают. Ну как, знаете, все работает, опять же. Надо во всем разбираться. Но типа Яндекс.Карт это такой почему-то незаслуженный какой-то инструмент, который незаслуженно забытый. Хотя он конкретно прям качает и конкретно работает. Поэтому, друзья, все, кто Кириллу хотел на бесплатную консультацию, ссылочку я на него оставил в описании. Ну и в целом все. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Все, друзья, всем пока. Всем пока.